Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 28-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл путёвку в санаторий, часть 5-ю, забрав ключ в бункере. Закрыл путёвку в санаторий, часть 6-я, передав 8 тысяч долларов миротворцу. Вынес последний предмет по квесту «Ленд Лиз», часть 1-я для лыжника. Терапевту закрыл квест «Физкультурник», достигнув 10-го уровня здоровья. И закрыл оружейники, часть 11-ю, часть 12-ю, со сборками Криса и МПХ, соответственно. Выпуск поддержали финансово Денис, Маркинштейн, Илья Лето, Зёма, Аноним, Денчик, Дарвин Винч, Денис Денис, Данил, Хиорин, Боник Форевер, Стефан и Аноним. Спасибо, братские сердца. Большое вам спасибо за огромную поддержку. Тоже люблю и уважаю. Будьте здоровы. В этом сезоне, думаю, до 60-ти плюс выпусков будет это точно. Привет, Омск. Денчик, статистика вот эта, наверное, интересовала. Тут, в принципе, ничего выдающегося. Ну, раз просишь, мне не жалко. Тарвин, рад, что ты вернулся в добром здравии. Спасибо, браток, взаимно. Ещё одно сообщение не попало в выпуск, но там просили продержать до 8-го марта, так что сталкер в топ-ас, 8-го опубликую. Спасибо большое всем за поддержку ещё раз, за доброе слово и за топ-бонус закрытой комиссии. Всем приятного просмотра. Так, нафиг. Смотри, у меня тут генератор уже готов 3-го уровня. Сразу же, бам, его устанавливаем, получается. Всё, максималочка есть. Отлично. Верстак тоже 3-го уровня мы заказывали в предыдущем выпуске. Устанавливаем его. И также сварил сатир 3-го уровня. Бам, всё, есть, максималочка. Смотри, у меня теперь тут мешай, мне всякое такое. Ну-ка, ну-ка, покажите-ка. Всё в этом духе, в общем. И в санузле я тоже заказывал 2 шланга, чтобы квест закрыть. Не закрыть, а часть, короче, путёвка в санаторий для миротворца, получается, закрыть. Так как я не нашёл, не нашёл, но не вынес в прошлый раз щёлочь. Поэтому сегодня находим одну щёлочь и закрываем этот квест. Первый рейд хочу сходить за дикаря, потому что есть у меня дейли-квест от скупщика. Найти за один рейд предметы, категория провизия. В общем, еда, вода, 12 единиц нужно будет притаранить. Награда привлекательная. Есть у дикого небольшой рюкзак, но рюкзак есть, и есть разгрузка вместительная. Так что 12 единиц в провизии туда точно поместится. Поэтому погнали на развязку за дикаря, попробуем вынести дейли-квест. И если где-нибудь под руку попадётся мне ещё и щёлочь, то это будет основной ещё квест закрыт, если вынесем с локации. Опачки. О, тут уже лутецкий кое-какой у меня имеется. Это можно викинуть, это можно викинуть. Чтобы совсем глухим не быть, да? Полный магазин. И я, в принципе... Ага, понял. Я в воле. Что за фризы? Не надо. Не надо тарков. По времени что у нас? 24 минуты. Да нормально, нормально. Аэрдроп полетел. Кто-то шмальнул аэрдроп, походу. Так, ну раз уж я тут на этих полках, я щёлочь не вижу. Ладно, у меня щёлочь пока не в приоритете будет, наверное. Пойдём посмотрим, что по еде. Потом вернёмся сюда и поищем уже нормально, если еду соберём. Главное понимать, сможем ли мы найти еду. 12 единиц, чтобы дейлик закрыт. Блин, это чё выкатрики. Вот уроды. А у меня аптечки нет. Ну давай. Домой. Козлина. Так, а где мне медицину найти? Скотчем можешь замотать. Там двое было, поэтому можно было бы подскочить его. Лутануть. Тяжёлая. Да ладно, пойдём тогда сольёмся. Поставим всё на карту, так сказать. Давай, иди лутай своего кореша. Не, я вытекаю по тяжёлой вещам. Тяжёлая. 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 это дикий что ли быстро течку аптечку дайте аптечку давай 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 да ладно ладно чё ты прям блин и живот выбили до страдать будет еще кого-то утонули убили энергии 0 блин чё-нибудь сожрать пацаны срочно вот он перехтит бедняга как же я тебя понимаю так тремодол запасил восстановление сил энергия гидрация будет падать так что еще туда тут капец все можно забрать а 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 и а а а ты ладно давай жахнем туда примадова примадова аптечки есть вода есть терпи терпи браток терпи браток а ведь я хотел мирно уйти хотел ввязываться повезло то сразу в бошку до прилетела так все вот закончилась горит сюда это тоже можно сходу выключал здесь еще сумка есть посмотри может там карчик будет какая консерва да должна попасться я думаю тут сумочка чисто объедки на столе кита фига нет стреляют в спине это не про нас смысле своих вот это хорошо и пацаны пожрать бычей вот он по бабам у жратву нашел сотрек о подкрепились теперь хоть это здоровье не будет уходить это у меня грызли есть целая мне надо в общем мне надо в общем вон до тех палаток до ковылять до выхода еще попить нашел о как вовремя нашел да и правда сотри искры больше не спавнятся я вафлю нашел офигеть все еды воды нет все братюня все идем идем домой все вы на слезьте нет короче все вы на слезьте нет короче все еды выходе я не верю что это происходит ли это еще и записал афигеть вот это рейк конечно вышел за хавчика ну чё корнели биг мак размотал двух сорок третьих красавчик с горностая в голову обоим плюс репорт ушел а лута то ядрё на вошь куда мне это все выгружать ладно сейчас распихаем по разгрузкам по по всяким этим по щелям всяким да ну до еды я так и не добрался поэтому пошли еще раз за дикого туда же на развязку и и и и это давай вечерком запустимся пофиг так только вот беда у меня рюкзака нет никакого получается сколько у меня 1 2 3 6 ну в принципе хватит ячейк да только если на одну ячейку буду находить то ячейк в принципе хватит 27 пошли искать гляну тут видеокарту и пойду в гашан по полкам шургить будем чисто за хавчика кулер квеста ой я забыл передать кулер ну ладно у меня там он в принципе дома лежит все нормально нет видеокарты а еще же щелочь надо не забыть уху никсор пойдет ну может где-нибудь дикого найдем мешок дернем с него да свои вроде бы вроде бы да кабы вроде бы свои вот это не свои по моему как раз на кассах возня по моему я тут кого-то слышал там дикий бегает а вот тут непонятно кто непонятно ладно почапали если я сейчас буду так же аккуратничать осторожничать я нифига не успею еду посмотреть и собрать времени как бы 25 минут но тратить его на впустую них от не хотелось бы да прям где-то на этих прям супермаркете что-то возня какая-то может свои а газует нету чувака походу 2 твою баги мать чуть ежика не родил так там на две ячейки будут на одну ячейку 3 4 5 6 7 8 делать получается потихоньку придется скидывать мне теперь что-нибудь ладно кулер уже есть дома 10 10 11 и он именно можно зацепить до 12 12 зашибись надо домой может быть на жиде тогда чухнуть растамка это нездоровая возня была щелочь в принципе не горит а это дейли квест у меня один день только на его выполнение так то щелочь щелочь да ладно пофиг потом за чего как щелочь найдем надо будет сюда же на развязку и загрузимся за чувака твою мать понимаешь они стреляют вообще на улице где-то на мчс хорошо что я туда не пошел кстати а прилетают пули как будто бы прям ко мне прям ну чё неплохой день да обозначим себя но случай всякий и потихонечку в сторону жду твою мать напугал сидит чё там справа кто-то орёт что ли а вон кто это чувака или чела бот вон там там кто-то живой там не ну в смысле не искусственный интеллект или или нет не это дикий вроде пацану я мырный я щас сильно мырный чик ну в принципе если я щелочь найду мне ее складывать так то некуда хотя можно никсор шмиксор вот это выкинуть дорогое конечно ну и ладно нет необходимости у тарков выпусти а хочу до или закрыть этот дай добраться без приключения выйти с карты ну где-то там возьмем до сих пор опа а вот тут короче другом обозначимся что hello здравствуйте friendly не стреляй по-братски почему он не преследует или он в тайник пошел похоже спрашивали как так перешагиваю через забор это да ничего не делаю просто под углом ровным 90 градусов бежишь упершись в забор и он сам перешагивает его я хзы как он это делает если он не может какие-то коробочки картонные перешагнуть но такой забор перемахивает я ничего не делаю ничего не нажимаю просто бегу упираюсь он сам как перемахивает через забор тут ключ отмеченки забираем ну да ну да и по того а там ничего не вижу нет по моему ничего не тишина все пошли домой опачки о ништяк ништяк все дейлик я выполнил считай зашибись ленью обломов 10 минут и дело в шляпе 12 еды мы вынесли сейчас скупчика порадуем накормим а хотя ему сдавать даже не надо это все дома оставлю тупо в общем смотри найти за один рейд нужно было предметы категории провизия 12 выйти из рейда с предметами категории провизия все это мы сделали и самый кайф в том что мне не нужно ему передавать их это все останется у моего чувака а у меня тут холодильник то нормально провизии так без этого получается полно хочу если мы еще один холодильник вымене просто потому что мне еще там алкашку надо будет собирать по квестам вдруг я дойду до тех квестов гола не нужно хоть рот не нужен пару селедки пару этих кабачковой икры и все еще один холодос будет по рукам зашибись ну и в общем то награду забираем тут самое вкусное это вот эти вот препараты они желтой галочкой потому что они нужны мне по квесту образцы это мы можем передать миротворцу вот он этот квест передаем образец вам а еще в один пункт списке выполнили давай глянем на барахолке сколько стоит ключ которые от этого самого от задней двери коттеджа правда как он называется я не припомню точно но сейчас поищем так механические а вот включат задней двери коттеджа 220.000 да пофиг берем вам сейчас еще один квест попробуем закрыть значит идем на бережок теперь за чего к мне нужно коттеджи глянуть коттеджи забрать там автальмоскоп меченый этим самым синий изолентой но если где-то возня будет неподалеку может быть чего как кого-то подстрелим а так основной маршрут будем прокладывать таким образом чтобы попасть в коттеджи и забрать этот автальмоскоп надо его вынести мы квест терапевту закроем так нафиг тут автомат на дополнительное оружие шумеется девочки появился под антенны что ладно я тогда пойду сторону газ через газ на сторону коттеджей там туда-сюда осмотримся заглянем в коттеджи для меня в спине спавна куча целая думал чего кабель это косы к это соринка на мониторе нормально вот этот сбоку спал меня бы сейчас не подрезал чик открытый придется двигаться слушай это на коттеджах вполне вероятно что там и свита будет горцевать до вы куда-нибудь зеленку что ли потеряюсь пока снайперс с кс получается чик и наблюдаем вижу снайперу наверху на крыше отец газ потрогать наверное его не буду мне дикие не нужны блин однако он может проблемой для меня стать да но с другой стороны он там инфу может что скажешь брат что скажешь зацепился бы дальномерчик 200 до туда 60 до туда такое себе мне он меня сейчас снимет еще и со сводехи ты жесткий там парень какой-то чё или пофиг не обращать на него внимание пока так то он мне не мешает я там обойти планирую а ну пусть будет тем более что мы знаем что за пушка у него если услышим свд то сразу поймем возможно под газ кто-то да давай тогда на остановку что ли и там вокруг коттеджа где-нибудь пошатаюсь попробую понять есть ли там кто что санитаровских или нет понял все это капец он меня не отпустит теперь а вон он сидит или что это куст это куст сидит отстрелялся нахрен я в принципе так и подозревал что единственное направление указал лег головой в мою сторону ну окей главное об санитара не убиться тут дикие в принципе это не проблема для меня я думаю будет так а вот тут надо крайне вниматочно все осмотреть будет дабы не оставить никого у себя в спине так далее и тому подобное по возможности зачистить саму территорию коттеджей вот какой удобный кустик здесь есть так-то так-то информации на самом деле не так уж умнее много на данный момент мы знаем что есть снайпера на скалах кого-то кошмар ли стороны административки и все по большому счету где-то граната рванула здесь в этой стороне но это могут ближайшие спавны чувака между собой чеку строить ближе попробовать подойти опасно они уже с такой дистанции могут пилить запросто еда вода имеется все хорошо в этом плане надо понять что с дверью в коттедж если она открыта то скорее всего санитара уже там либо убили либо его не было можно будет спускаться наверное вон в ту сторону в зелень оттуда поглядим хотя нет с этой стороны гаражик можно глянуть сейчас так и сделаем глянем гаражик здесь там все четко с другой стороны глянем тишина дверь по моему закрыта короче еще и даже диких нет это так-то не очень хорошо закрыта дверь ладно давай попробуем тогда зайти не буду я с той стороны заглядывать туда обходить судя по всему тихо блин надо было от сейфа тоже ключик купить что ты подумал так брат у тебя открывай тут в этой хотя один открытый короче сейф есть а второй закрытый закрытого сейфа можно было бы тоже ключ купить он там может быть и стоит тысяч ну сто я думаю но он бы быстро себя купил так как это же сейф так вот он в горшке автор москоп есть квестовый предмет один раз попадется к нь папка с разведкой да и все окупился что по большому счету как бы все можно идти домой еще на бочках нет но это да глянем еще понял дикий обычный стрельник не успел так что все тихо сделали бам бороду нашел че имеешь братила ну по дейлику желтый можно забрать пока броник пока место есть до пропиталища ништяк ништяк его можем даже она хотя надо же даже коттеджи не лутами мостинка стреляет на крыше судя по всему ой на этом либо снайпера на скале либо на автобусе ой на грузовике там где-то в том направлении примерно пару сейфов глянем о падет вот питание да ладно это делик точно не буду делать скину тогда эту хрень там их надо не один если бы один я бы его забрал там их три или четыре штуки надо о ваза падет зашипись чё потекали домой на выход понятно понятно давай наверно выйдем в этом на тоннеле на переход на маяк не пойдем далековато хотя можно было бы там ну-то подгребсти ну и хрен с этим лутом я пришел за тем самым за конкретным предметом вот у меня и дикий неплохо так таскает случае необходимости включается парень главное чтоб тут никакой засады не было то тут любят возле выхода сидеть в кушарах подсекать пацанов а мы щас диких на острове глянем вроде никого он вижу сидит какой-то а это лодка лопанчики побежал есть кабанчик блин а че сразу бошку надо было по ногам по рукам там да ну ладно выпендрежничать сильно не буду пойдем домой пару-тройку диких стрельнули живым выбрался и на там спасибо вот и все почти что зашибись довольно спокойный рейд попался да больше переживал то так 18 минут хватило чтобы все это дело осмотреть забрать то что мне нужно было четырех диких а косы я шмальну что все это идет в болтовочку а нет один съемки был так для терапевта у нас есть коллеги часть 2 выполненный квест передаем офтальмоскоп и забираем награды а в награду она дает по 22 препарат который тоже идет в список образцов для миротворца так что мы можем сразу же ему и передать это добро образцы передаем по 22 есть еще одна галочка зашибись теперь я гири дает мне квест путь охотника садист и говорит нужно убить санитара если убьешь будет все четко и награды и прочие прелести тут и патронов сотня по двадцатых но как альтернатива терапевт выдвигает коллеги часть 3 и просит в первую очередь не убивать санитара но при этом принести синюю и зеленую карту кучу этих препаратов всяких разных но я никогда не выполнял этот коллеги часть 3 и наверное и не буду ее нафиг делать мне конечно надо ходить еще на бережок мне еще по карателю там троих чвк надо убивать для прапора но пока я не вижу смысла ходить просто за чвк так как у меня нет никаких квестов на берегу кроме как каратель надо закрыть путевку в санаторий часть 7 и тогда уже параллельно будем выполнять несколько задач значит я предлагаю еще разочек за дикого дикого конечно много последнее время получается но тем не менее там есть и экшон и полутачо и интересности всякие пойдем просто защелочью прогуляемся на развязку за дикого в поле и там по полкам пошуршим если повезет то вынесем эту самую щелочь и закроем миротворцу квест ампачки имеем кое-что по медицине в джинджи у нас нихрена нет часто попадается прям да вот эта вот штука ключница джинджи и опять тут аэрдроп сбросил хорош так наверное я пока оптику стену она мне не особо нужна так чик будем с целью коджбошить так я нахожусь в идее по времени для время двадцать две минуты не густо значит надо поторопиться по быстренькому осмотреть все это дело в обои это чё это где он там по металлу гоняет непонятно блин мешок большой ходил у тайся да на здоровье она чё-нибудь да наковыряем точняк создать пройдет но мне бы щелочь не подохнуть не подохнуть кляжа тэш челочь на воле она сто процентов надо воле чесать не теряя здесь время или там через склады же можно еще будет заглянуть да эти самые полки которые тасик назначим пойдем тогда через складскую территорию там и доволе добежим там и выход в принципе недалеко будет если что под рукой на мчс куда выскочить жухой нет здесь никто не помешает конечно где-то лежит грустная щелочь и ждет пока я ее найду так ну давай тарков одну щелочь мне и я домой и закрываю крест звучит как план блин за такой рюкзак меня свои же могут грохнуть в принципе без вопросов челоботы я имею ввиду могут грохнуть что это я полки пропустил непорядок джиганка а это что такое отвертка щелочь ты где о здесь щелочь блин я кувалду чаще начал находить чем щелочь да это воля надо идти это все фигня ты знаешь где я искачала чуть и ищи пока время есть прям тупо прямиком нет все таки я вдоль полок этих складских хочу прошвырнуться мало ли плюс тут сумочка ну и плюс ко всему я прямиком выйду к воле на складскую туда то что надо аккурат будет нет щелочи я просто еще он лежит кувалда рейд кувалдовый выходит а а кто-то то ли выходил то ли заходил пока вроде тихо вот отсюда сейчас внедрюсь и тут максимальная вероятность того что можно будет найти щелочь даже начиная с ближайшего вот этого столика щелочь имеется все базару нет спасибо тарков не буду больше тратить время на лутание честно говоря дороже всего мне щелочь вынести ну но как по нотам зашел нашел щелочь и пошел домой значит путевка в санаторий часть седьмая мы закрываем для миротворца и о ключ рб ст он мне дает это хороший ключ там квест можно будет делать там и лут посмотреть годится значит с путевками в санаторий мы закончили теперь у нас груз икс и мокрое дело серия квестов подъезжает груз x 1 найти записи о грузии в компьютерном зале восточного крыла санатория это 306 восточке мне нужно будет подниматься мокрое дело часть первая нужно убить диких на берегу используя м куатар или тx 15 с глушителем десятерых диких говорит надо убить понял а прапор выдает зеленый коридор квест обнаружить колонну на локации улицы таркова определить место засады есть у меня тут трофейная кстати говоря эмка и модули кое-какие трофейные которые сегодня в том числе зацепил 43 отдачи и 40 эргономики я думаю вполне себе боеспособная плюс на ближнюю дальнюю дистанцию есть и коллиматор штурмовой прицелы так есть оптика есть коллиматор спавн конечно не очень удобно не то вообще что я хотел ну тогда чё это тоннель тоннель шмонель шиналев шинель слева направо будем тогда зачищать территорию от этих самых диких прям наверно до края карты дойду и потихонечку вдоль буду вдоль дороги все это дело отстреливать может быть до заправки дойду если будет все тишина нормально все будет поднимусь в санаторий не буду в общем обращать пока внимание никакого на тайники и прочие вот эти вот дела чтобы не двигаться с перегрузом тяжелым будем так сказать налегке а потом уже там ближе к выходу где-нибудь подлутаемся я думаю а я ключ опять забыл купить голова два уха ну ладно ну ладно ничего тратного вот это не будем пошел в ящик салута нет все нормально так первая точка тишина да а чего можно было мне в штурмовой то прицел и чупик глянуть так-то подскочить куда-нибудь там да незаметно ну уже тайминг я конечно же профукал естественно ну ладно сейчас по ходу дела что-нибудь да нарисуется стопудово по ходу пьесы разберемся юмор так вышка вышка я клен как слышно понял вас понял на чупа чупся до сих пор гранаты рвутся от диких я так и не вижу так вторая точка тоже голяк получается может ли быть такое что там на чупа чуп да нет там навряд ли боссы да там скорее всего выкуривают из помещения каких нибудь товарищей я так предполагаю более вероятно сейчас мы как нибудь там попробуем прибзгнуться незаметно блин да хотелось бы чтоб от пушки отвязаться чтобы не ходить с оборудованным оружием вот поэтому я бы диких сначала по чекрыжу было бы лучше что-то там господи на корень какой-то нарвался так портовая зона тут тоже есть спаун диких сейчас мы его проверять будем есть дикий один точно есть он уже ага уже на норвенском нифига не шустро он уже с какой-то волыны на спине тут каким-то макаром он где-то уже какой-то труп лутонул ну ладно счет открыт один есть из десяти осталось девять значит лишь тут труп то нашел а понятно пока вроде как две я видел волыны может быть у него там какая-то хрень торчала на этом рюкзаке которая может я попутал просто ладно окей идем дальше ну чупа чупс о есть еще кто-то на чупа чупс не знаю даже есть ли смысл подниматься или нет ну краем глаза я бы глянул во первых ну как бы диких подсмотреть можно во вторых там позиция сверху хрень хорошее там можно будет и сразу на гэс направление чекнуть и тут низину а то я получается наоборот иду довольно рискованно непонятно да давай поднимемся чё ну куда же не торопимся кто нас не пинает никуда поднимусь посмотрю послушаю там же действует бой наверное я даже знаешь я не здесь буду подниматься а пойду аккуратно там на елочке поднимусь о дикие есть там зашибись подспавнились видать подспавнились видать один точно есть один точно есть нормас нормас вроде не видно никого скорее всего в норвенске туда спустились не исключено что ходят гранаты взрывают просто щупают санитара сто процентов сто процентов вот молодец так кто там был покажись кто-то вон это ящик какой-то это ну вот обротел а куда сейчас гряда по моему стреляет там то ли мосина то ли что-то еще блин вот ты капец куда-то заныгался спрятался понимаешь интересно девки пляшут здесь даже не лутан и этот но сейф это как возможно я походу не угадал да с тем что здесь что-то какая-то возня происходило значит не на чупике это было а на норвенском скорее всего как вариант ну в любом случае не зря зашел это был у нас третий дикий это мы беду заберем у тебя что это у него хпшки да нормально нормально так попить чего-то найти еще вообще ништяк было бы попить пока нет но зато пожрать есть уже неплохо давай в сторону газ посмотрим крышу и внизу а заправку если все пройдет гладко мы посмотрим с той стороны с чертовой горы обойдем заправку и норвенский оттуда можно будет глянуть вот я же говорю гряда стреляет тскс стрельнула только что посмотрим что тут за возня кто-то диких там беспокоит кто-то по моему как раз там на чертовой лазит что такое камень какой-то или чё а и и и и и так понятно никого не видать он живой и как раз он в сторону гряды лежал смотрел целился до эндрена ваш самого бы сейчас жертвы не стать до снайперу или какого-нибудь нет я не вижу ничего но кто-то стрелял это точно в направлении гряды опа опа слыхал да китае то там оружием балуется перезарядился по моему ништяк шкура цела уже неплохо дата хотел сказать по моему это дикий ну раз так помещение что крыши жестко так бахнула мосина знаешь гиды сшу курточку гляну тут в районе тоннеля где-то там бахнула мосинка ого двести девять на 1 хотя у меня есть такой да да есть ладно продадим думал 216 что хотим видеть то и видим да так ладушки погнали дальше но этот толст был а мосина ой мосина говорю с кс где-то тут стреляла на гряде наверное лучше сначала остановку гляну хотя нет не лучше а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, это один был Субтитры сделал DimaTorzok Что там за парняга? Подспавнился снайпер на крышу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двенадцатый уровень, барахолка еще не открыта Не буду забирать его вещи Вернуться, наверное, по страховке Ладно, идем дальше У нас впереди еще целый остров есть спаун Там сколько мне осталось еще, наверное, штук несколько Так, где он там у меня? Троих еще, говорит Блин, на острове и на выходе в тоннеле спокойно могут заспавниться три диких А я еще на остановку не ходил, мне же надо еще зайти в эту самую Ого, есть, вижу один есть Значит, уже имеет смысл туда что-то дальше подойти, да? Давай, если троих диких сделаю Там я не думаю, что выживание и выход с локации нужно будет Пойду в лазурку, тогда в 306-ю занырну Попробую забрать оттуда предмет, нужный мне Ну а если выжить, выйти надо будет, то тогда на выход Так Красавчик прям на открытую вышел Блин, вот я косорывый Че, как в такое нельзя не попадать? Сейчас он выйдет по-любому Это был челобот Или не челобот Почему он не засчитался? А, это был чевик Нет, это не чевика Или он не умер? Или я че-то неправильно считаю А, он живой Я его не добил, а косо Блин, ну прости, братюня, но у меня квест Я думал, я убил его Челоботы уже вовсю шатаются, гуляют Так, надо патроны докинуть Последний дикий остался, получается, да? Питонство С видом на залив питонство Че еще нам надо? Буфрофен ожахнуть Ну шо челоботы Они Бывают разные И кто его знает, когда он моргает? Он, наверное, где-то засядет, да? И будет ждать, пока я подойду, возможно Фланговать он может только через эту сторону Блин, один дикий остался, ё-моё И теперь И не туда, и не сюда он Ну давай гряда, дай мне хотя бы дикого одного Хотя бы Больше не просим Вот так пойдем на обычном боте тогда доделаем этот квест я думаю что на остановке как пить дать там уже есть товарищи товарищи дикие как раз мне в санатории надо будет еще заглянуть по времени ой блин у меня 15 минута коса до конца рейда осталось опять выпуск будет больше часа ну зато на таком тайминге на таком тайминге хорошая вероятность того что там никого не будет лазурки никаких кибератлетов твою мать надо было сразу сюда идти но хотя я там чувака встретил тоже неплохо 15 рублей нашел горит попить бы чего-нибудь или уже не мается просто пойти прямиком 306 туда да и все пске все последние полные три магазина пойдем тогда так скромно без лутания получится да заходить не очень идея выполнился короче судя по звуку мне даже выходить с локации не обязательно квест я уже закрыл так что ничего не теряю я по факту по прогрессу там а пушки пердушки это дело наживное зайду тогда попробую 306 заберу нужный у меня предмет и пойду в сторону огромный выход это вообще на тоннеле по моему до тоннель ну пойдем тогда на переход на маяк я так предлагаю сделать у нас тут ничего не открыто даже даже а нет открыто просто дверь за собой кто-то закрывает пару комнат гляну где есть возможность спауна всяких вкуснях 222 у меня комната есть еще там есть шанс лидыкса спауна давай-давай-давай времени немного на самом деле перелив по моему мне нужен будет у автальмоскоп нашел такой тут тишина точка мальборо да и все в принципе да ехали наверх вот вот на таком позднем тайминге в натуре и надо и заходить делать свои квесты с выносом предметов с пометками всякими тишь да гладь благодать тот вскрыто понятно нет короче добра которые мне нужно очень страшно все красный таймер говорит диза газу и домой все открыты 310 лутали короче нормально так там через тут 308 по моему можно попасть через балкон в эту комнату так что и здесь скорее да здесь скорее всего тоже все улутано вот так вот это квестовый предмет а значит можно чесать домой если выйдем с локацией то два квеста у нас будет закрыта попробуем выскочить пойду на переход на маяк ту сторону пойду а как это он умер я же не попал крутнулся не своевременно тут это тайминги мне там с гидрацией проблемы сейчас начнется хотя до выхода добежать должно хватить послышалось мне или кто-то там орал дикарь какой-то ух ух нормас нормас не притворяйся все финишная прямая если тут меня дикие не размотаю то я дохожу до выхода получается долгий конечно получился рейд но зато продуктивные я успел и диких настрелять и чувака одного даже подстрелил эту штуку зацепил в 306 вообще шикарно так что тут классно пора домой вот и все всю карту пробежал вдоль и поперек настрелял диких забрал предмет хороший рейд долгий но хороший рейд получился 40 минут в рейде ну да долго долго согласен но зато интересно мне по крайней мере было есть бировец один чвк-шник который в карателе пошел и остальная дюжина диких они пошли в квест миротворца итак мокрое дело часть 1 мы закрываем 10 диких с глушителя на берегу настреляли с м4а1 груз икс часть 1 тоже квест закрываем данные получили передаем и забираем награду теперь подъезжает мокрое дело часть 2 найти жилище рыбаков на берегу и пометить рыболовный стол маркером это остров где диких стрелял и груз икс часть 2 найти комнату с резервуарами в санатории любую информацию второй там в общем папку нужно забрать недалеко от кабинета санитара в восточке докупил предметы необходимые для установки зоны отдыха максимального третьего уровня это даст мне максимальный запас энергии плюс 10 то есть еда 100 вода 100 будет а еда 110 очков и водосборник можем до третьего уровня улучшить в том числе 16 часов и дело в шляпе все на этом буду заканчивать всех благодарю за просмотр надеюсь выпуск вам понравился спасибо за поддержку за пальцы вверх за добрые комментарии отзывы всем приятной игры и хорошего настроения до следующего выпуска до свидания и и и и и и